доброе утро доброе утро мои дорогие ну что мое утро начинается как обычно с кофе и вот хочу как раз показать вам свое новое приобретение это конечно бабушкин стиль как некоторые говорят но мне очень нравится вот такая чашечка фарфоровая совсем недавно я приобрела вы хочу вам показать смотрите можно назвать это шейбе стиль country стиль ну вот такая красота так приятно всегда пить и вы есть с красивой посуды такая вот у меня слабость я думаю такая слабость у многих хотя очень много людей которым абсолютно все равно да какая посуда ну вот это вот просто обалденно и вы знаете моему мужу тоже очень нравится он еще пошутил я ведь так ты будешь брать под кофе а он говорит ну когда никто не будет видеть но это шутка конечно ему абсолютно все равно кто что подумает в но он говорит но это конечно же такая девичья женская чашечка такая мне вот очень-очень нравится а вам какой стиль любите вы я вот не могу сказать что я только такой люблю мне некоторые модерн нравится да вот но вообще люблю такую нежность люблю такую тоже не знаю меня это очень привлекает может быть я старомодная но мне все равно это очень-очень хорошо и вот такой завтрак у моих мужчин моего брата моего мужа это апельсиново-манговый сок и вот крюсли-мюсли с цукатами и йогуртом сегодня молоко закончилось вернее она не закончилась но удивительным образом почему-то скисла еще там четверть баклажки было и почему-то скисла в холодильнике как ни странно вот и вот такой завтрак мой муж еще ест бутерброд один к этому брат считает что ему этого достаточно это достаточно большая такая пиала и очень питательные такие крюсли мюсли и там и орехи и изюмы и цукаты такие как папайя ананас яблоко ну в общем ну вкусно они считают я нет я не люблю вот честно скажу такие с утра вообще сладкое есть не могу это немножечко меда сверху потому что йогурт обычный без всяких добавок ну такой числоватый хотя вот брат и не хочет ну да никакого не меда не сахара но если добавить съесть с удовольствием а как завтракают ваши мужчины в вашем доме вашей семье вот интересно потому что вот когда допустим в украине мы были то я на завтрак вот была с братом на завтрак делала ему яичницу сосиской да с огурцом с помидором и никаких мыслей он не хотел а здесь нравятся ему мысли так что может быть это тоже зависит от местоположения они только от пристрастий и вкусов ну что приступаю к своему утреннему кофе и хочу вам сразу же показать я вообще пью кофе черный но последнее время пристрастилась с утра пить с медом вот у меня сейчас вот такой мед очень он мне нравится это вот для тех кто здесь живет да допустим но мне кажется его продают и в россии в украине но хочу вам показать вот кое-что вот такие для кофе моментов и это и чая моментов вот такие мед с лимона а это мед и с ванильным сиропом очень вкусный я один раз только попробовала а это все моя дочка ставляете вот за неделю ей и нравится именно вот этот мед хотя на мед не ест но вот это вот она любит ложечку взять ей очень нравится и я вот сейчас тоже попробую ложечку свой кофе вот такой он этот сироп вы видите очень вкусный но я вообще не любитель сладкого поэтому я могу и без этого иногда вот кроме сладости я ничего не чувствую но здесь вот вкусно этот ванильный сироп конечно же вкусно и также вот допустим как этот мед а еще люблю горный мед лесной мед вот знаете он более такой концентрированный вкус насыщенный в нем акация вот он такой легенький слабенький а такие вот конечно более концентрированные мне очень нравится за этой чашечки все да вот сейчас буду получать удовольствие пить свой кофе и листать вот такой журнал очередной выпуск взяла я его в супермаркете hofflet вот у нас здесь самый ближайший супермаркет очень люблю эти журналы я вам когда-то говорила что эти журналы мне помогли в самом начале в изучении нидерландского языка здесь очень много интересного много рецептов опять-таки много рецептов базируется на продуктах которые у них в данный момент со скидками либо презентируют они посмотрите какая аппетитная вещь вот пожалуйста вам макароны с брокколи чипсы в общем что хотите очень много с подробным описанием при том указывают время приготовления вот насколько персон сколько килокалорий очень удобно и яркие красивые мне очень нравится также здесь можно подчеркнуть очень часто интересную информацию вот например допустим вот тот же город алкмар вот три три дня в алкмаре и вот показывают отели где вы можете покушать рассказывают сколько это может стоить в общем много много чего в этих же журналах беру их систематически регулярно наслаждаясь вот очень много интересной и полезной информации смотрите какая красота и вот для тех кто не знает или хочет больше знать сюда вам вот расскажут что это за ягоды да что они содержат чем они полезны очень интересно посмотрите какая шикарная фотография конечно же глядя на такое захочется и самому приготовить и и такое вкусное блюдо и красиво вот посмотрите очень много информации пожалуйста в общем и опять-таки какие-то идеи знаете можно у них позаимствовать сервировки стала или приготовления для детей тоже часто есть страничка вот здесь вот и даже для стирки собственно все что есть в этом магазине но в основном конечно это о продуктах и рецептах но вот есть даже и сканворды кроссворды вот пожалуйста реклама зубной пасты это кстати моя любимая сенс один постоянно ею пользуюсь в общем очень хорошие журналы красивое оформление шикарная фотографии мне очень нравится посмотрите сейчас даже q коды до qr коды не знаю для чего надо еще почитать вот только взяла в руки и вот посмотрите в завершение зоммерс фордейл об кемпинг хофлит дейзи зоммер это но ваше преимущество в кемпинге хофлита что в этом вот они тут пишут в этом году мы типа проводим свои каникулы в своей же стране ну вот и дальше вот они рассказывают какие преимущества и что вы можете увидеть и вот возможность узнать свою страну побольше и вот посмотрите какие прекрасные здесь конечно фото вот вы можете будучи в своей стране но готовя допустим испанскую паэлью или итальянскую пиццу или пить французское вино немножко чувствовать себя как будто бы вы в бордо во франции вы пьете бордо и думаете о бордо о солнечной красивой самобытной франции а я вам желаю вот хорошего настроения и чтобы ваши мысли были там где вам хочется и не только мысли чтобы у вас были возможности побывать там где бы вы хотели и насладиться не только кухни той местности но и атмосферой погодой общением с хорошими людьми всего вам доброго пока пока хорошего дня